Всем доброе утро! Приглашаю всех сесть за стол и поесть хлеба от Божьего Источника, от Божьего стола. Мы люди, взятые Богом в удел для того, чтобы возвещать Его совершенство. И так важно не перепутать, чтобы свою природу не выставить вперед. Поэтому жизнь, которая идет у нас с Богом по этой земле, важно всегда соизмерять, кто идет впереди, ты или Бог. Если ты бежишь, то много опасностей встретишь на дороге, много трудностей, которые могут быть спровоцированы врагом, которые ты не заметил, пробежал, может быть, одну ловушку и попался в следующую. Но Господь, который наблюдает за нами, Он хочет, чтобы позиция наша была правильная перед Ним, а значит не бежать впереди, а дать Ему право двигаться, дать Ему право действовать, дать Ему право не останавливаться в том, где мы уже есть, а вести нас дальше. Иногда нам хочется задержаться в хороших зонах. И это естественно, потому что мы люди, и нам хочется комфорта, хочется тепла, хочется того, что называется, безопасности. И это хорошо, это нормально, потому что в нас встроен механизм самозащиты. Но тогда, когда нам надо увидеть чудеса, то для этого обстоятельства не будут комфортные. Когда нам необходимо чего-то достигать, мы не можем это сделать, сидя на диване. И так далее. То есть поэтому надо выходить из зоны комфорта, начинать что-то делать, приглашать Бога на территорию твоих решений, твоих желаний, чтобы Господь их формировал. Желания боящихся Он исполняет, и голос их слышит. И поэтому Давид, он не молчал. Посмотрите, как много псалмов он написал с учетом того, что проходил разные обстоятельства, и постоянно это облекал в слова, в песни, в молитвы. И у нас это тоже есть как образец. Мы сегодня распечатываем 11-й псалом. Это новый псалом, который мы с вами берем, потому как Давид движется дальше. И он говорит, спаси меня, Господи, ибо не стало праведного, ибо нет верных между сынами человеческих. Какая печальная фраза. С одной стороны, мы видим, что констатация факта – уже нет верных земли, уже нет праведных. Вы знаете, когда жил Давид, мне кажется, не было того, что есть сегодня в наши дни. Сейчас это гораздо усугубилось. Но ему уже даже в его окружении тогда виделось так. Потому как Давид, он еще имел голос пророка. Поэтому он просматривал ситуацию на расстояние. Исходя из этих расстояний, он тоже видел такие ситуации, которые говорит и облекает в эти слова. Спаси меня, Господи, ибо не стало праведного, ибо нет верных между сынами человеческими. Я хочу сказать, друзья, что без Бога нам не выйти из этой ситуации. Что такое «спаси»? Это значит «покажи выход». Это значит «дай мне выйти из всех тупиковых зон». И тогда, когда Бог из этих лабиринтов жизни выводит, то спасение – это действительно выход. Это выход из бремени. Это выход в вечность, когда мы выходим уже в состояние нового качества. Это переход в новую жизнь. Это тоже спасение. Это рождение свыше. То есть много граней у этого слова. Мы же его воспринимаем часто только с одной стороны. Человек, который получил спасение, мы имеем в виду, что он родился свыше. Все. Но на самом деле Давид уже в этом спасенном состоянии говорит «спаси меня, Господи, из того окружения, которое вокруг меня». И поэтому для нас с вами важно молиться об этом. Окружение, когда нет верных земли. Окружение, когда нет праведного уже ни одного. И Павел, кстати, об этом сказал. Что праведности-то человеческой нет. Праведность Христа сегодня дается тем, кто в это верит и принимает. И живет в соответствии вот с этой одеждой, которую получил. Поэтому я желаю, друзья, чтобы мы понимали, в обществе искать праведность и правду не стоит. Там ее нет. И справедливости там тоже нет. Но есть у Бога то, что Он говорит «а я защищаю тех, кто ко мне взывает». И сироту, и вдову, и бедного, и нищего, и богатого, и славного. Любого, кто будет ко мне взывать, я буду защищать. Поэтому я желаю, друзья, чтобы мы заняли позицию праведника в глазах Божьих. И встали в эту позицию с пониманием, что наши молитвы к Нему, они творили и творят чудеса. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что мы в этой молитве можем просить у Тебя умножить праведных на земле с учетом Твоей праведности. Чтобы люди познавали Тебя внутри себя и творили эту правду вокруг. Потому что так много вокруг нас людей, которые сегодня запутались в этих ожиданиях, запутались в этих предложениях. Но то, что Ты нам говоришь сегодня, и то, что Ты предлагаешь сегодня, не остаться там, где мы есть, а творить вместе с Тобой великие, чудные, славные дела. Это творить Твою волю на земле. Это творить Твои планы на земле. Это осуществлять Твою мечту на земле вместе с Тобой. И потому мы хотим занять эту праведную позицию, говорим, спаси нас, Господи, и выведи из этого общества, в котором мы живем, выведи из того, что называется неверность и опасность, и коварство, и защити детей Твоих. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»